Как долго россиянам предстоит удивляться стоимости гречки и молока? Экономист Казанского университета объяснил, как расшифровать тенденции продовольственного рынка и какие факторы станут решающими для снижения цен. Весной россиян застало врасплох резкое увеличение стоимости продуктов. Цены на самые дешевые из овощей, картошку и морковь доходили до 130-150 рублей за килограмм, а продукты из минимальной потребительской корзины выросли в цене на десятки процентов. Динамика с июля положительная. По словам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в августе общемировые цены упали на 1,2%. Как эта статистика отразится на России? Цены на продовольствие в России, процент на 40-50, зависит от динамики мировых цен. С чем это связано? С тем, что сельхозпроизводители могут продавать свою продукцию как внутри России, так и на международных рынках. Если цена на международных рынках начинает падать, то становится выгоднее продавать в России. То есть, соответственно, больший объем сельхозпродукции пойдет на внутренний рынок. Предложение увеличится, и из-за этого, соответственно, цены начнут, естественно, снижаться. Снижение цен можно заметить уже сейчас. Сильнее всего подешевели зерновые, молочная продукция и растительные масла. Новые урожаи и правительственные меры по поддержке сельскохозяйственной отрасли могут привести к дополнительному падению стоимости товаров уже осенью. В северном полушарии как раз сейчас у нас сезон урожая. Во многих странах, соответственно, сельхозпродукция увеличивается в объемах, и это как раз приводит, то есть конкуренция между производителями, она приводит к тому, что цены снижаются. Также можно отметить тот факт, что с пандемией достаточно успешно борются у нас, опять же, во многих странах сельхозпроизводителях. Большинство работников уже привито, и, соответственно, они могут работать в полную силу. А до этого весной были ограничения. Поэтому из-за ограничений объемы производства были маленькие, соответственно, цены росли. Сейчас большинство работников смогло выйти на свои рабочие места, производят сельхозпродукции, соответственно, объемы увеличиваются, цены начинают падать. На фоне этих факторов дешевеют и традиционно дорогие продукты. Например, стоимость красной икры начала падать благодаря хорошим прогнозам по вылову осетровых. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, скачки цен возможны внутри регионов и магазинов. Однако в целом по стране действуют механизмы сдерживания стоимости продовольствия. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.